На предприятии «Сочи Автотранс» решили, что принять юных любознательных гостей нужно по полной программе. Поэтому сначала для школьников провели экскурсию, ребятам рассказали про режим водителей и про то, что на работу они приходят задолго до первого рейса. Ведь чтобы вовремя, а главное, безопасно довести их до школы, водителю необходимо пройти медосмотр, а транспортному средству – техосмотр. Показали детям и что такое ГЛОНАСС, к слову, через который диспетчерам периодически сообщают о потерянных ранцах. Воспользовавшись случаем, школьников просили не оставлять портфели на сиденьях. Впечатлила третьеклассников мойка автобусов. На это они посмотрели, что называется, изнутри. Благодарность школьники выразили в своих улыбках и оставили их всем пассажирам. Цель – поднять настроение поглощенным своими мыслями и заботами сочинцам. Когда заходишь в автобус, я думаю, увидишь вот такую непосредственность, которую нарисовали дети в хорошем смысле этого слова, то каждый захочет улыбнуться. Сперва мы дарили улыбку друг другу, а потом решили своими детскими, самыми чистыми, самыми откровенными улыбками поделиться с жителями нашего города. В этой акции принимали участие не только наши ученики. Я не видела глаза своих учителей, которые бы так горели, которые так бы выкладывали в Инстаграме свои фотографии и пытались передать улыбку коллеге. Улыбку школьники изображали по-разному, но во всех случаях это теплые цвета, солнце, цветы, радуга и безоблачное небо. К акции «Подари улыбку другу» Сочи Автотранс присоединился, не раздумывая. Мы же не просто хотим перевозить людей, а перевозить с комфортом. И в то же время настроение – это тоже, наверное, часть комфорта душевного. И я надеюсь и даже больше уверен, что эти рисунки создадут внутреннее хорошее настроение нашим пассажирам. К акции подключился и весь город. Идею посчитали интересной и значимой. Где еще, как не в общественном транспорте, двигаясь с утра на работу или возвращаясь вечером домой, улыбаться, увидев написанную детской рукой фразу «Все будет хорошо». Рината Шипулина, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».